Добрый день, меня зовут Степан Овчеников, я руководитель компании Интерволга. Мне вот после доклада Николая, такого энциклопедического чувства, надо сделать вступление. Судя по всему, большинство докладов про большие сайты, которые, правда, никогда не падают, пять девяток и так далее. Я хотел бы рассказать, как жизнь обстоит ближе к земле у маленьких. Возьмем интернет-магазин типичный российский, в разработку которого было вложено 300 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, миллион рублей, вот такие бюджеты. Соответственно, у подобной компании, которых, кстати, в России большинство, то есть понимаете, что из 25 тысяч по статистике интернет-магазинов в России, вот таких подавляющее большинство, и они тоже хотят какой-то автоматизации, они тоже хотят какого-то отказа устойчивости и так далее. Поэтому у таких, безусловно, тоже происходят неприятности. Сайты ложатся, ложатся они в отсутствии даже настроенной Яндекс.Метрики порой, хотя метрика в почту, конечно, напишет. Сайт падает по любой причине. Хостинг, домен, программная ошибка на сайте. Люди об этом не узнают. Вот таких клиентов на самом деле большинство. И мы задались целью обеспечить определенный уровень мониторинга ключевых бизнес-сценариев, как мы это сформулировали, 24 на 7. Ну, скажем так, предельно простым, предельно дешевым способом, при этом обеспечив бизнесу ту самую стабильность. Потому что люди формулируют свои запросы следующим образом, что оно падает, им никто не занимается, потому что штатных людей нет, на поддержке не всегда есть веб-студии в расстоянии вытянутой руки, и мы не знаем, что делать. И вот эту задачу мы, собственно, и решали. Падает сайт. Падает самый неприятный момент в день распродажи, в 8 утра, в пятницу. На самом деле приятных моментов для этого нет. Естественно, ругательство, эмоции, что делать, непонятно. Источников проблем бывает самое разное. Измененная версия новой PHP, или старой PHP на хостинге, или даже на сервере, который обновили, приводит к падению. Программисты выкатили новый пул функциональности, старые не протестировали, внесли новое и так далее. Совершенно типичная ситуация. Кончилось место. Поразительное количество проблем связано с банальным окончанием места. И у подавляющего большинства проектов, с которыми мы сталкиваемся, это не автоматизировано. Банально хостинг-провайдер может не сообщать об окончании места. Нам любимый TimeWeb, прекрасный хостинг, не сообщает о том, что у него закончилось место. Не в ту сторону синхронизировали базу. Это очень болезненные вещи, когда обфусцированные данные на бою заменили, наоборот, не обфусцированные данные заменили на тестовую базу случайно, которая была обфусцирована от персональных данных. Я имею в виду контент. И так далее. Поэтому все это будет падать и падает у всех, судя по тому, что даже Николай рассказывает о том, что 99,9, а все-таки не строго 100%, оно будет падать. Чтобы вот такого вот не было в день открытия интернет-магазина, ну, собственно, расскажу, что мы пытаемся делать. Значит, какие ключевые сценарии? Ну, во-первых, банально не открывается сайт. Это действительно проверяется Яндекс.Метрика, это действительно проверяется какому-нибудь хост-трекером, прекрасный сервис, дешевый, за небольшие деньги делает это постоянно. Но он не проверяет исчезновение функциональности, потому что кнопки пропали. Ну, были, были и пропали. А пропали они потому, что количество товаров на стороне 1С стало нулевым, менеджер это не отследил, идет акция, контекстная реклама, товар купить невозможно. Многорегиональные интернет-магазины имеют особые приключения с регионами, потому что различные складские доступности и некие акционные товары, которые сейчас продаются, вдруг пропали на сайте. Причин множество. Я вот расположил эти ошибки от простых к совершенно убийственно сложным по точки зрения отлавливания. Допустим, иногда не работает избранное у каких-то пользователей, в каких-то браузерах. Вот сделали избранное личное, а оно почему-то не работает. Какие есть решения? Конечно, можно тестить руками. И это самый распространенный сценарий – тестить руками. Ждать звонков от клиентов, но это сценарий, диктуемый самой жизнью, клиент позвонит и будет ругаться. Ну, понятно, мы все взрослые люди понимаем, что 95% клиентов не позвонит, а просто уйдет. Ну, или прекратить какую-то, хотелось бы, дешевую систему автоматического тестирования все-таки бизнес-сценариев. Что мы сделали? Мы не сделали ничего сверхъестественного, но мы собрали это в цельную систему. Есть набор браузеров на виртуальной машине, которые установлены в любом количестве, которые имеют доступ к сайту. Есть тесты, которые средствами Selenium автоматизированы и выполняют те самые бизнес-сценарии, начиная с простейшего найти на главной странице номер телефона, заканчивая сложными сценариями вроде современного развитого интернет-магазина, которые бывают в этом сегменте до миллиона рублей, там полно решений, которые, скажем так, архитектурно, с точки зрения системного администрирования, никак не покрыты. А с точки зрения фантазии в области дизайна, ягсов, различных подгрузок динамических, с внешних IP-адресов, оно, дай бог, очень часто бывают там такие вещи. Значит, тесты записываются, чуть позже покажу, каким образом Selenium для реализации этих сценариев. Мы их постарались сделать условно версткой независимыми, тоже скажу, как это работает. Безусловно, условно. Значит, есть запускатель тестов по расписанию, и есть там мастер-система Jenkins, которая управляет всей этой конструкцией и высылает отчеты. Эта штука автоматизирована, и вообще выросла она у нас из попыток, ну и реальных, успешных попыток наладить continuous integration для проекта, который активным образом разворачивается, и по которому нельзя, чтобы там были ошибки. Не с точки зрения именно отказоустойчивости в смысле стремительного роста нагрузки, да, и там окончания места, а именно в смысле исчезновения ключевой функциональности. Простой пример. Что мы проверяем на своем собственном сайте, на нашем сайте? Мы на нашем сайте проверяем, что на главной странице показывается телефон. Ну, на самом деле это не более чем пинг, потому что телефон есть на каждой странице. Но он умеет отличать таким образом 404-ю от серверной страницы 503, которая тоже, в общем, пингом-то вернется, он покажет. То есть наличие телефона, и мы проверяем работу всех форм на нашем сайте. Форм много, мы одно время дали себе волю, у нас там 29 веб-форм на сайте, мы уменьшаем их количество. Это вот очень простой сценарий, и таким образом он реализуется, работает, присылает отчеты. Пример чуть более приближенный к боевому. Тот самый многорегиональный интернет-магазин, поддерживающий больше 100 городов, обрабатывающий больше тысячи заказов в сутки, который располагается на, я думаю, что никаких больших секретов не выдан, на одном сервере, и, ну, в общем, неплохо решает свою бизнес-задачу, приносит людям довольно много денег. Это сеть доставки суши, роллов, работает по всей России, и даже немножко в Москве есть. Что с ней происходит? Что мы тестируем? Мы тестируем, безусловно, открытие той самой главной страницы, потому что не хочется, вот у нас там 7 марта, значит, спускаешься с горы на сноуборде, звонок, ну, номер, естественно, определяется, ты знаешь, кто звонит, и ты знаешь, почему он звонит 7 марта. Вот чтобы такого не было, система была введена и запущена. Мы проверяем ключевые страницы и все формы. Сайт работает во многих городах, и там имеется очень сложная система обмена информационного с бэкэндом. То есть бэкэндом я называю не сайтовый бэкэнд, а учетный бэкэнд. И вот эта ситуация, что в Туле внезапно пропали определенный вид товаров, у нас есть такая внутренняя боль, когда ключевой товар, являющийся титульным для этой сети, блюда паназиатской кухни, пропадают в одном из городов, то неудовольствие по цепочке начинается, значит, продакт-менеджер в этом городе, доходит до IT-директора сети, и там как-то долетает до нас. По пути она, конечно, умножается. Мы хотим, чтобы боль не умножалась, мы узнавали об этом заранее. Ну и конверсионный путь. Дизайн сделан развитым, богатым, с кучей всплывашек, выпадашек, подгрузок, указания количества, способа доставки. На лету пересчитывается время доставки в конкретную точку, много аякса. В общем, вот это все великолепие мы тестируем. На самом деле, по-хорошему, тестировать, конечно, надо больше. Но мы считаем, что конверсионный путь это уже достаточно во всех браузерах. Это должно работать. Ну, пример отчета. Скучный отчет о том, что у нас на сайте все хорошо, даже была протестирована форма создания тикета в кабинете техподдержки. Как работает? Все-таки конференция айтишная, я не мог не показать куски программного кода. Значит, можете особо не вчитываться, просто расскажу. Это скрипт запуска теста того самого наличия блюд по Назии в определенном городе. Написан на PHP с применением тех наших заготовок, которые мы заранее подготовили и так далее. Значит, следующая часть – это получение части страницы тот самый условно-независимый от верстки набор кода. То есть мы написали сначала классы, которые реализуют методы, ну, например, верни мне ссылку такую-то с такой-то страницы. Соответственно, если меняем верстку, а верстку меняем мы же, то наша задача – не переделывать тесты, там написанное в спагетти коде, ну, а просто отредактировать методы доступа к классу. Ну, и, соответственно, плеер этих тестов, который, собственно, выполняет с помощью ранее написанных версткой независимых методов, выполняет все эти действия на странице. Вы тут можете увидеть не очень красивые решения в виде таймаутов. То есть, действительно, мы много бодались с этой проблемой, пока не нашли ничего более красивого, чем, ну, поскольку тестовая ферма тоже там наша, мы знаем, где это работает, все, мы просто задаем таймаут в виде пяти секунд на выполнение некоторых действий по подгрузке. Ставишь полсекунды, начинает подтупливать. Во времени мы, в общем-то, не ограничены пока, поэтому решение такое. По-хорошему, конечно, нужно анализировать код ответа пришедшего с удаленной площадки, что там пришло и так далее, но решение не очень красивое, зато работающее. Собственно, я хотел сказать, в чем сила. Понятно, что сама идея автотестов, она известна и прекрасно всеми применяется. Но применяется кем? Когда у вас сидит продакшн-отдел, который делает тот самый продакшн какого-то крупного сайта. Мы пытаемся сделать так, чтобы этот сервис, мы упаковали его в коробочную услугу, надеюсь, не очень дорогую, для того, чтобы это могли себе позволить вполне рядовые клиенты, вполне рядовые разработчики, такие как мы, не стремящиеся к пяти девяткам, а просто обеспечивающие автоматическое тестирование своих решений. Собственно, что делает клиент в этой ситуации? Клиент понимает, что он устал. У нас есть такая, одна из наших конверсионных форм на сайте, называется форма заказа технического аудита сайта на Битриксе. То есть любой человек, заполняющий эту форму, там гигантский совершенно процент конверсии в клиентов, потому что эту форму заполняют люди, которые прочитали статью о том, что у них на сайте все плохо. С кэшированием проблемы, скрывается главное 6 секунд, значит умный фильтр генерируется там 34 секунды и так далее. Это не потому, что Битрикс плохой, это потому, что Битрикс предоставляет настолько колоссальные возможности для того, чтобы включить стандартные, написать нестандартные компоненты, выгрузить туда полмиллиона товаров из 1С и увидеть, как у тебя повис умный фильтр. Вот все эти люди приходят с развитой функциональностью и с неработающими сайтами. Вот для них, собственно, мы предлагаем и эту штуку тоже. Составляется список того, что часто ломается. Удивительно, вроде это невозможно, все-таки программный код детерминирован, но есть такие вещи, которые люди реально часто ломаются. Обновлялка курса доллара, например. Должна обновляться два раза в сутки, она не обновляется. Что делаем мы? Мы делаем на самом деле чуть сложнее, чем я раньше показывал. Во-первых, мы подключаем этот проект к системе. Система представляет собой развернутую на арендованных серверах виртуальные машины, которые там уже стоят, которые умеют открывать сайты. Мы подключаем к сайту стандартные тесты. Что такое стандартные тесты? В разработке этих тестов на самом деле львиная доля трудоемкости очень большая. Это адаптация под какие-то нестандартные сценарии этого сайта. Потому что может быть, что какой-то специфический кейс, еще раз повторюсь, связанный с аяксами, со синхронностью какой-то, спроса с медленной работой периодически, или с OpenID авторизацией. Открылся другой сервис, ты в нем ввел логин и вернулся обратно. Может быть, он у людей глючит. Поэтому мы имеем библиотеку стандартных тестов. Их не очень много. Они от открытой страницы каталога, тот же конверсионный путь. Они все базируются на стандартном интернет-магазине BITX. Мы все для него написали. А поскольку все нестандартные и отличаются от стандартного, в первую очередь, версткой, а уже во вторую бизнес-сценариями, то мы их относительно быстро перелицовываем. Ставим модуль обхода капчи. У нас была внутренняя дискуссия, показывать ли вам код обхода капчи. Мы решили не показывать. Почему? На самом деле проблема понятна. На сайте стоит капчи. Заполнить капчу по-человечески невозможно. Прикручивать систему распознавания, наверное, для этого не стоит. Там реализовано все красиво, видим модуль для BITX. Но само решение, честно скажу, достаточно неизящное. Модуль понимает, что зашла тестовая машина специфическим образом и принимает не только ту капчу, которая у нас генерирована, но и ту, которую мы и подсовываем. Да, я отдаю себе отчет в том, что это чистый бэкдор, но опасность этого бэкдора не такова, чтобы его можно было... Ну, был смысл подделывать, а как она там распознает, еще поди разберись. Поэтому показывать не будем. Пишем нестандартные тесты для покрытия тех самых нестандартных бизнес-сценариев, ну, примерно по тому принципу, который я описал. Дальше может быть один из двух вариантов. Если это, ну, как говорится, на попробовать, то на этом все и заканчивается, и четвертый пункт там переходит сразу в пятый. Мы запускаем тесты и начинаем следить, что с сайтом происходит. Если этот же проект одновременно попадает к нам на постоянное допиливание, что, ну, в общем, распространенное явление, то имеет смысл сразу его заворачивать в систему, связанную с системой контроля версии, с деплоем на сайт, через лоджи-дженкинс это умеет делать, после прохождения тестов и так далее. Так проект у нас тоже подключен, это так работает. Значит, известные сложности. Мы понимаем, что система далеко не идеальна. Сложность с капчей я вычеркнул, но пока оставил. То есть, может быть, мы будем решать это как-то по-другому. Вообще говоря, тесты идут долго. То есть, для этого сейчас используются не самые сильные виртуальные машины, соответственно, там прогнать в 6-7-8 браузерах это на много сценариев. Ну, я там периодически сижу, смотрю на машину, на которой выведен терминал этого решения. Ну, вот оно там мелькает. 5-10-20 минут он прогоняет сайт. В перспективе, конечно, надо решить вопрос с параллельностью. Второе, вернее, из важного второе, а вообще третье. Мы тестим сейчас боевые сайты. Почему мы это делаем? На самом деле причины две. Как правило, нет, незачем разворачивать тест, если у тебя уже есть боевые сайты, которые просто склонены упасть. Второе. Как правило, все системы, с которыми мы сталкиваемся, я еще раз повторю, обеспечены они плохо, а функциональности там много. Ну, она банально интегрирована с 1С, с системой колл-трекинга, там есть аналитика тех же заказов, связанных с некоторыми внешними системами, и одно дело развернуть в автоматическом режиме веб-сайт на битрексе, с которым, ну, все понятно, а совсем другое, параллельно рядом поднять, вот для того проекта, который я показывал, поднять для него аналогичную фронт-систему, ну, они называют ее фронт, это, на самом деле, бэкэнд-система для управления заказами и логистикой в 100 городах, совершенно невозможно. Обеспечить, чтобы заказы, оформляемые в тестовой площадке, не проходили в бэкэнд-системе и вели себя там как-то корректно, честно, слишком большая бизнес-логика. Поэтому сейчас мы решаем этот вопрос очень просто. Тоже, примерно аналогично с капчей. Мы достаточно грязно, подчеркиваю, подчищаем за собой сделанное на боевом сайте. Но зато нет проблем с тем, вот Николай Красочно описал, что там конфигурация, да, немножко отличается, и поэтому отличается, соответственно, и результат. Мы тестируем прямо боевой сайт. Поэтому дальше будет два пути. Либо мы научимся корректно подчищать за собой все, что сделано, и пока этот путь выглядит основным. Либо мы будем тестировать, конечно, отдельные тестовые сервера. И я вижу, да, что контраст между тем, как делают большие, как делают 99% людей, всех веселит. На самом деле, тестировать, конечно, надо его, я прекрасно это понимаю, но инфраструктурные, временные, финансовые затраты на разворачивание тестовых этих всех площадок, они пока перевешивают. Ну, и надо понимать, что на самом деле мы тестируем не видимую верстку, а мы тестируем верстку, доступную через дом дерева. Ну, это понятное ограничение, да, если это не выполнение команд над браузером в виде там «найди и кликни», слишком сусоемка, это кликание методами JavaScript поверх дом дерева. Соответственно, проблема с ехавшей верстки таким образом не проверяется, хотя мы, в общем-то, понимаем, как это сделать, там тот же браузер стек, и все это автоматизируется. Но сейчас проблема не выглядит актуальной. Значит, возможно, вам будет интересно узнать, как, собственно, мы это делали. На то, чтобы запустить эту инфраструктуру впервые, собрать все это для себя, мы потратили больше 60 часов в рабочее время. Я не знаю, много это или мало. Я не нашел прецедентов, как люди это делали, как это делают другие люди. Ну, хорошо. Значит, мы достигли своей задачи, если вы говорите, что это быстро, мы решили свою задачу, мы сделали это быстро. Для простого сайта мы тесты повторно сделаем за 4 часа, потому что все готово. Для магазина с интеграциями – ну, около 16 часов. Тесты. Тесты пишутся достаточно быстро, если они простые. Тоже практика определенно наработана, полчаса – все готово. Значит, замороченный тест с кучей Аякса, ну, там до 8 часов, там, сами понимаете, как пойдет. В итоге это решается. Вот этот слайд, на самом деле, я и предыдущие технические картинки, ну, для тех, кто захочет это попробовать. На самом деле, ну, не боги горшки обжигают, собрали, работает, отказоустойчивость, хотя бы первая девятка появилась на таблице, или вторая. Значит, ну, и технология бэкопирования и восстановления, она, на самом деле, там довольно трудоемкая, но неинтересно рассказывать, рассказывать не будет. Значит, сейчас вы будете громко смеяться, потому что мы придумали малую автоматизацию решения проблем. На самом деле, что может быть причиной аварии, ну, вот всерьез? Либо что-то случилось с сервером, нагрузка, кончились, значит, слоты, PHP, что-то случилось, либо резкий рост нагрузки, либо это ошибки в программном коде, которые сделали программисты. Что делать? Ошибки будут исправляться потом, в рабочее время, в штатном режиме, не ночью. Я вот много людей опросил, представителей, разработчиков, а как вы делаете вот 24 на 7? Я услышал только один, 24 на 7 не в смысле сессовмина, 24 на 7 в смысле разработчика. Ну, исключительно как дежурный, который хорошо знает проект, никогда не спит, подключен ко всем системам, и их двое, на всякий случай, ничего другого нет, ну, понимаете, что это фантастика, такого не бывает. Мы автоматизировали три стандартных ситуации. Во-первых, перезапуск веб-сервера. То есть, когда происходят там пресловутые черные пятницы, и у людей, например, каждые два часа виснет сайт, ну, начинает тупить. Я этот хак придумал лет 8 назад, первый раз сделал, и с тех пор мы его только автоматизировали. Просто сервер начинает автоматически перезапускаться каждый час. Ну, веб-сервер, естественно, я имею в виду. А может быть, и там, и вся машина. Стартует все нужные системы. Да, он при этом пролежал 6 секунд. Хорошо, 6 минут он даже пролежал при очень медленном старте. Но вы обеспечиваете себе спокойную работу в остальные 54 минуты часа. Так вот, разовый перезапуск. Разовый перезапуск. Автоматизирован таким образом. Регулярный перезапуск включается при втором неответе. Ну, и мы автоматически задаем тикет в нашу собственную техподдержку, если мы этот сайт поддерживаем. Либо нам ничего не мешает. Что сделаете с обмена, разбуженной ночью, если сайт лежит на таймвебе? Он напишет в техподдержку таймвеба. Ну, мы это тоже автоматизировали, написание в техподдержку таймвеба стандартного вопроса. Я понимаю, что это смешно. Но это не было бы так смешно, если бы не было так грустно. Что на самом деле никакого решения вопроса отказа устойчивости, кроме Яндекс.Метрики и надежды на то, что у нас надежный хостинг, ну, вообще говоря, вот в мире малых проектов просто нет. А до миллиона рублей, наверное, это не такие уж и малые проекты. Я не мог обойтись без прайса. Мы сформулировали это в виде конкретных цен. Тарифный план называется «Попробовать». Значит, 10 тысяч рублей в месяц, оплата восстановления почасовая, надеемся, что восстановления не будет. Три стандартных теста подключим, шесть прогонов в сутки. На самом деле, прогоны нас сейчас не очень беспокоят, пока систем тестируемых сайтов не очень много. Но мы все-таки это лимитируем. То есть, тестировать там каждые 10 минут все бизнес-сценарии на сайте все-таки неправильно. Ну, вот один из «Битрикс», там, как Олег Стракатый рассказывал, там, тестируют там, всю ночь тестируется сборка очередная, там, и с утра они разбирают там то, что происходит. Не считаем нужным. Ну, и более серьезные вещи с большим количеством проверок, с более быстрым временем реакции, с большим количеством тестов и так далее. Отдельно хотел сказать про время восстановления. Еще раз повторюсь, чем характеризуется там реальная реальная веб-разработка в России? Процессы не настроены, а задачи сложные. Поэтому, там, проектный менеджмент испытывает большие проблемы, потому что бюджетов на выделенного менеджера с PMI и дипломом нет, а задача есть. Поэтому мы понимаем под восстановлением один из двух сценариев. Либо быстро находится проблема и быстро устраняется, там, скажем, малой кровью, либо в крайнем случае за два рабочих дня с имеющегося бэкапа разворачивается второй сервер, переключается IP-адрес и устанавливается. Я понимаю, что это смешно по сравнению с там, сколько секунд было? Значит, до 30 секунд время восстановления резервной копии. Но я лично знаю много интернет-магазинов и клиентов, у которых сайт лежит там. Каждый вторник он ложится, каждую четверку он поднимается. И люди с этим живут, потому что это бизнес, в который вложили миллион рублей, вложить еще миллион в переделку сервера инфраструктуры и нанять админа ни по деньгам, ни по ресурсам. Мы создаем именно вот такую систему. Значит, что я важного не сказал, а я, по-моему, все сказал, даже оставил вам 10 минут на вопросы. Я думаю, они будут. Тогда с жилой золой начнем. Здрасте, спасибо за доклад. В принципе, действительно интересно послушать про маленькие сайты. В принципе, все, наверное, с этого начинали когда-то. Скажите, а вот модуль разгадывания капчи у вас по HTTP отправляет секретный код или нет? Хороший вопрос. Не могу сказать. Он может делать это самыми разными способами от GET-запроса до установленной куки. Не могу сказать. В смысле, шифрование используется при этом или нет? Я думаю, что нет. Это не разгадывание капчи, еще раз. Это проход той капчи на сайте, который подключен к системе. Он не пытается ее разгадывать. Это сообщить модулю капчи, замененному битриксовому, на то, что это мы. Хорошо. Вот тот код, который отправляется в сервер, чтобы он понял, что это Selenium, а не настоящий пользователь. Он же дал, ну, лучше его наружу как бы не светить. И почти не отправить. Сама капча-то отправляется обычным там под запросом, и если кто-то будет там читать этот канал, он не поймет, настоящая это капча или не настоящая. Вся магия это происходит на стороне сайта. Он посчитает статистику и узнает, что вот эта капча точно подходит. Да, это дыра, я безусловно понимаю, что это дыра. Мы будем над этой дырой работать. Спасибо. Николай, нельзя не задать вопрос в кулуарах, да? Тогда вопрос из онлайна. Во-первых, комментарий, доклад замечательный, хвалит очень. Значит, вопрос, сколько процентов верстки проекта покрыты тестами на Selenium? Вопрос понятный, но ответ будет, наверное, скорее отрицательный. Не покрывается верстка. У нас нет цели тестировать верстку. Верстка тестируется на этапе разработки с помощью браузер-стека, с помощью других, в том числе, глазами проверок. Верстка нам скорее мешает тестировать, чем помогает, поскольку мы должны на странице найти эти элементы. Сколько процентов функциональности сайта? Ну, достаточно мало. То есть это ключевые бизнес-сценарии для интернет-магазина, это оформление заказа, для сайта что-то продающего, это его доступность и формы. Поэтому неправильно поставленный вопрос. Крайне мало процентов верстки покрыто, и вообще версткой мы стараемся дела не иметь. И второй вопрос. Сколько в тестовой ферме серверов и их объемы памяти? Сейчас это ровно одна машина, на которой есть много виртуалок, у которых предельно урезано оперативная память, поэтому работают они медленно. Мы сейчас пытаемся поиграть с тем, что будет, если виртуалок будет меньше, а памяти будет больше. Но пока еще раз повторюсь, для такой вещи, которую мы сделали, место и скорость работы не является узким местом. То есть мы очень рады, что мы в принципе запустили автоматическую систему, которая сообщает о проблемах и узнали, оказывается, сколько же этих проблем на самом деле есть, которые бы люди в другое время просто не узнали. Поэтому так. Вопросов больше нет. Степан, большое спасибо. Я рад, что я вас получил. Отлично, тогда еще вопросы задавайте, потому что у нас буквально двухминутная пауза, и я пойду искать следующего спикера. Тогда задавайте вопросы. Тогда еще один вопрос, раз, я правда уже его забыл, но не важно. Пока еще время есть. Смотрите, вот у вас описан замечательный костыль по поводу того, что делать, если сайт не работает, вы перезагружаете веб-сервер. Что если во время мониторинга вы на самом деле перезагружали веб-сервер? Ну, то есть момент, когда вы проверяли, вы уже его перезагружали или же от перезагрузки он начал тупить еще сильнее? Там же очень большие тайм-ауты. Я понял вопрос. Да, на самом деле это же не логика какая. Даже сложные и сайты, требующие большого количества поддержки, они проверяются реально не чаще, чем раз в час. Я не вижу, честно говоря, прикладного смысла. Может, более опытные коллеги меня поправят из меры больших, что надо тестировать каждые 20 секунд оформление заказа. Поэтому, если было обнаружено, что сайт висит, не открывается, то мы его перезагружаем. Это очень грубый костыль. Ну, просто по принципу Паретта. Этот очень грубый костыль за 1% усилий решит реально 99% случаев падения простых сайтов. Вот, самый частый кейс. Повис Apache или Nginx по самым разным причинам. Второй кейс закончилось место. Ну, это очень просто автоматизировать и другими просто способами. И, честно говоря, эти костыли иногда работают месяцами, потому что проще его не трогать, потому что он там уже стоит, чем разобраться в том, а почему же у нас вдруг кончаются, подвисают, там мертвые процессы Apache. Ну, это реальность, это жизнь, поэтому это очень хорошо помогает. Ну, конечно, утром будем чинить, да, утром будем чинить. Не, на самом деле, очень хорошее решение, я все-таки ставлю свои два слова. Единственное, что нужно поверх вот того, что вы перезагружаете, поставить прокси, который, если там сер вдруг отвис, он тут же перекинет запрос на другой, тогда все будет работать. И это будет стоить реально чуть-чуть. Ну, это сейчас вы говорите о сценарии, когда сервера два. Ну, да, конечно, два сервера. Рядом поставить хотя бы. Николай, просто, ну, спросите, не меня, спросите кого-нибудь другого. Сколько из 25 тысяч, можно техподдержку битрикса спросить, Дениса Шаромова, сколько из тикетов, попадающих в поддержку, имеют больше одного боевого сервера, или сколько из них используют кластерную редакцию. Это будет 0,1% тикетов. Ну, или 0,1% сайтов. Поэтому, да, я понимаю, что поставить прокси там и дальше, ну, тогда и само решение будет более зрелым на самом деле, или на базе него будет построено, что-то более серьезное. Вот, поэтому, ну, вот так. Так, у нас, секунду, еще вопрос из онлайна. Как вы отделяете верстку? Еще раз расскажу. Мы написали, ну, есть, есть Selenium. Selenium это расширение к браузеру, которое умеет исполнять заранее созданные сценарии. Они могут записываться в виде действий в браузере, а могут программироваться, в виде программного кода, который каким-то образом оперирует элементами на этой странице. На первом уровне мы написали класс доступа к элементам страницы, ну, самое примитивное программное решение, которое выполняет определенные команды в доступной сейчас в браузере загруженном дом-дереве. Соответственно, эта штука просто, ну, скажу умное слово, инкапсулирует в себе все особенности верстки, и дальше мы работаем с ними, как с объектами страницы. Ну, все. То есть, при этом мы делаем это в браузере, чтобы смотреть, как это реально работает, не используя чисто серверные методы, для того, чтобы тестировать заход на страницу роботом, там, курул какой-нибудь и так далее. Делаем это чуть-чуть по-другому. Спасибо.